Илон Маск предвещает ядерную войну, российские войска продвигаются на линию фронта, а Лукашенко собирается с кровью и потом биться за Беларусь. В эфире Нехта самые важные и интересные новости к этому часу. Российские аэродромы с десятками истребителей в огне. СБУ и ВСУ совершили массированный удар по самолетам оккупантов. Румыния и Молдова могут объединиться. Опасен ли этот союз и кто уже против такой перспективы? И мне никто не может этого запретить. Это мое право. Быданов напал с ножом на губернатора Мурманской области. Задержанный говорит, что им управляли голоса. Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Привет друзья! Для того чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде. А вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. СБУ нанесла удар по военным аэродромам России. Жарко этой ночью было в Морозовске Ростовской области. По данным источников украинского издания РБК «Украина», там уничтожены как минимум шесть самолетов-оккупантов, еще восемь существенно повреждены. Вероятно, что речь идет о бомбардировщиках Су-24 и Су-34. Кроме того, досталось и личному составу, который базировался на аэродромах. В целом, в Минобороны РФ заявили о самой массированной атаке на российские аэродромы. Речь идет о налете практически 60 дронов. О взрывах сообщалось в городах, где находятся военные объекты, в частности, аэродромы оккупантов. Помимо Морозовска, дроны гудели в Ейске Краснодарского края, в Саратовской области, где расположен аэродром «Энгельс». У Шойгу уверяют, что дроны шли на предельно малой высоте, что повышало их скрытность от средств радиолокационного обнаружения. Конечно же, россияне говорят, что все сбили, несмотря на видео, которые оказались в сети. Нужно понимать, что с этих аэродромов осуществляется вылет практической авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по Украине, по гражданским объектам. И очень тревожит нашу армию, которая ведет оборонительные бои на восточном направлении, на Восточном фронте. Поэтому бороться в условиях жесткого лимита авиации мы можем таким способом, а именно уничтожением причины угрозы, а именно разрушением, уничтожением как военных объектов на территории России, так и уничтожением самолетов на аэродром. И судя по всему, это не последняя атака. Источники Билд сообщают, что Украина начнет применять дальнобойные дроны, которые могут атаковать Урал и Заполярье. Речь идет о БПЛА, которые будут способны пролететь уже даже не тысячу, а 2500 километров до потенциальной цели. Эти дроны станут альтернативой ракетам средней и большой дальности. Кроме того, по данным Билд, украинцы разработали и беспилотник «Сокол-3000», который может пролететь даже 3300 километров. А это новый горизонт. Например, в Мурманской области расположены 80 военных баз-оккупантов, в том числе и аэродром Оленья, где находятся стратегические бомбардировщики РФ. У войны в Украине есть лишь два сценария развития дальнейшей ситуации. Их называет генсек НАТО Столтенберг. Первый, по его мнению, заключается в мобилизации партнеров Украины. Они должны максимально поддержать Киев, и тогда ВСУ смогут отвоевать территории. Либо же второй вариант. Он пессимистичный. НАТО не помогает Украине, а Россия продвигается и захватывает территории. При этом речи об отправке войск Альянса в Украину не идет. НАТО не является стороной конфликта. И НАТО не будет стороной конфликта. Но НАТО оказывает поддержку Украине, чтобы помочь ей защитить себя. И мы просто должны снова и снова помнить и не забывать, что происходит. Это одна страна. Россия нападает на другую, вторгается в другую страну. Я приветствую решение нескольких союзников о предоставлении Украине большего количества боеприпасов. Союзники также понимают, что необходимо срочно активизировать усилия, в частности, в области противовоздушной обороны. А вот министр иностранных дел Норвегии не исключает в долгосрочной перспективе ввода натовских войск в Украину. Однако сейчас повторяет, что этого не произойдет. А если и произойдет, то боевые подразделения будут направлены не для участия в боевых действиях, а для того, чтобы учить и советовать ВСУ, как воевать с Российской Федерацией. Кстати, с очередными советами в информпространство зашел Илон Маск. Ему не понравилось заявление Энтони Блинкина о том, что Украина станет членом НАТО, даже несмотря на то, что реальных сроков никто не назвал. Маск вновь повторяет тезис о ядерной войне. Именно так начинается фильм о ядерном апокалипсисе. Уличные бои за часов яр могут начаться в ближайшие дни. Особое внимание украинских и российских военных приковано к этому городу. Он находится всего в 20 километрах от Бахмута. Американский институт изучения войны сообщает о приближении механизированной колонны российских оккупантов к восточной окраине микрорайона Канал. Это уже крайняя часть города. Аналитики и украинские военные говорят о больших потерях россиян в технике. З-пропагандисты об этом же, конечно же, ни слова. Но и наоборот уверяют, что часть кремлевских военных заняли позиции в домах на окраинах часового яра. В американском институте изучения войны напоминают, что российские войска сейчас наращивают темпы и масштабы именно механизированных ударов по всей восточной Украине и, возможно, усиливают общий темп наступательных операций в войне. Цель після Авдіївки для них, я не скажу, что Часів'яр зараз номер один, але один из приоритетных направлений, которые они пытаются захопить, с разумом на то, что у нас есть певный брак у снарядах, у нас есть певная проблема в поддержке системы противоположной обороны, но на данном этапе каких-то значительных успехов или, скажемо, загрозы прорыва на этом направлении нет. Войска максимально в Украине, насколько могут, в этих реалиях и тими наявными засобами и ресурсами стримают врага. И если там врага и просувание происходит, бывает, не полностью по всему фронту, на полу Часового Яру, они минимальны. Быданов пытался зарезать губернатора Мурманской области. Обычная российская история произошла в городе Апатиты. 42-летний монтер пути РЖД решил подрезать Андрея Чибиса якобы из-за голосов в голове, которые его вели на это убийство. После появилась другая версия. С ножом накинулся, потому что губернатор ему не нравился. Известно, что нападавшего удалось задержать, в него стреляли. Сам губернатор жив, удар пришелся в живот. Задержанный Александр Быданов по сообщениям пропагандистов уже был судим по статье за умышленное причинение вреда здоровью. Несколько раз привлекался за нарушение ПДД. При этом на психиатрическом учете нападавший не состоял. Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо, хочу сказать, нашим врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно. Ну и, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное. Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед. Премьер-министр Румынии выступил за объединение с Молдовой. И его надежды на такой союз – это его право, которое никто не может отобрать или запретить. Марчел Чалаку говорит, что для объединения первый шаг навстречу должна сделать не Румыния. В принципе, разговоры об объединении этих стран активно обсуждаются уже более 30 лет. В обществе, конечно же, как всегда, существуют две точки зрения. Одни видят в таком союзе угрозы и опасность. Например, в Молдове против воссоединения пророссийские силы. Другие же, наоборот, не против такого союза и считают его перспективным. Я поддерживаю объединение и союз Республики Молдова с Румынией. И мне никто не может этого запретить. Это мое право. Я верю, что такой союз возможен в рамках ЕС. Что мы найдем путь. Абсолютно. Для заключения такого союза именно Молдова должна первой продемонстрировать желание. С этого и начнется союз. Существуют институциональные отношения, уважения и поддержки со стороны румынского государства. И не только румынского государства, а и Соединенных Штатов Америки, Германии и Франции для того, чтобы Республика Молдова смогла преодолеть этот трудный момент. Это государство устойчиво благодаря участию Румынии. В Молдове живут румыны. Да и история несправедлива. И я не могу изменить прошлое, а настоящее следствие прошлого. Что я могу сделать с вами? Так это построить будущее. Финляндия решила не открывать границы с Россией. Последний запрет действовал до 14 апреля. Однако теперь стало ясно, что и после этой даты КПП останутся закрытыми. Причем на этот раз конечной даты действия запрета просто не существует. Решение бессрочное. По нашей оценке ситуация в России не изменилась. Наша оценка угрозы осталась прежней. Как и оценка сценария, согласно которому мы открываем пограничные пункты. И это, скорее всего, приводит к той же ситуации, которую мы уже наблюдали тогда, когда открывали границу. То есть история повторится. Итак, сейчас мы приняли бессрочное решение, поэтому нам не придется его продлевать. Кроме того, я уточню, мы можем отменить бессрочное решение, если поймем, что ситуация все-таки изменилась и позволяет нам это сделать. Это возможно, если изменится поведение со стороны России, если изменится их курс. В Финляндии опасаются наплыва мигрантов из третьих стран, которых Москва и направляет к границам со страной, которая недавно стала новым членом НАТО. В Хельсинки считают, что московский режим планировал намеренно создать кризис с мигрантами с целью дестабилизировать обстановку Финляндии. Впервые финны начали закрывать границы с РФ в середине ноября прошлого года именно из-за аномального наплыва тех самых мигрантов. Лукашенко собирается спасать Беларусь потом, кровью, трудом и своей жизнью. Очередные заявления из Минска можно разбирать на мемы. От кого именно спасать страну Лукашенко не говорит, однако мы помним, сколько нападений готовилось на Беларусь и с каких направлений. Тем временем в пятницу в республике начался очередной этап проверки боевой готовности вооруженных сил. В Лукашенковском военном ведомстве обещают задействовать танковые и инженерные воинские части. Учения пройдут на полигонах и на каких-то участках местности. Деталей немного. Еще у Лукашенко говорят о проверке ТРО и формировании отрядов так называемого народного ополчения. Давайте сейчас проанализируем, что сейчас происходит. Если проанализировать динамику событий, то стоит, конечно, признать определенные системные действия, потому что действительно вооруженные силы готовятся в постоянных каких-то учениях, совместных с российскими войсками отдельных. Лукашенко и его пропаганда активно пытаются проводить работу с общественным настроением. Активно меняется законодательство под ситуацию военного времени. Мы видим увеличение бюджета на все, что связано с армией. Какие-то новые объекты инфраструктуры появляются. Учебно-боевые центры, новые объекты ВВС и ПВО. Создаются укрепорайоны по всем флангам. Закупается новое вооружение. И да, это создает ощущение, что Лукашенко действительно готовится к чему-то такому, как он сказал, воевать не хочет, но готовится к войне. И, конечно, мы понимаем, что наши соседи, страны Балтии, прежде всего Польша, они всерьез отслеживают такие сигналы. И, в принципе, нужно понимать, что в этом и есть тактический замысел Путина. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в Телеграм-каналах или на платформе Икс. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова